Друзья, третий урок по работе с кувалдой, с молотом. Кто не смотрел первое, посмотрите обязательно. Сегодня занятие по поводу работы над мышцами кора в сагитальной плоскости, что важно для файтера, когда он выполняет восходящие техники. Локтем, а теперь коты различные по корпусу в голову. То есть, когда маятник идет с задней ноги вперед таким образом или с передней, с передней таким образом. Необходима работа кором на скручивание одновременно и на мазнике, на выводе бедра вперед идет импульс. Значит, с молотом прорабатывается два варианта. Первый – это апеллиметрический вариант, когда делается быстрый разгон и быстрое торможение, чтобы работали у нас обе базы. И второе – это интенсивная работа на выносливость, на координацию. Значит, первый вариант. Смотрим сюда. Чем кувалде ближе к ведущей руке, тем делать легче. Чем она к корпусу ближе, тем делать легче. То есть, более короткий рычаг. Чем рука дальше, тем более длинный рычаг, если тяжелее. Кувалду вперед выдвинули, рычаг еще больше, еще тяжелее. Итак, вариант номер один. Одноимен. Левая нога и ведущая левая рука. Через низ вперед. Движение. Геофурия. Разноименный. Когда ведущая рука вправо, впереди левая и на борту. Видите, здесь каждое движение идет на резком старте. А второй вариант – это интенсив, когда руки меняются и вы обращаете молл безостановочно. И геофурия. И геофурия. Второй вариант. Ну, казалось бы, второй вариант проще. Физически, возможно, он и проще. Да. Но требует более высокой концентрации, более высокой координации. Что очень важно. Ну, и на самом деле, не настолько он и прост. Если сделать довольно большое количество раз, то нагрузка просто фантастическая получается. Да. Ну, и вот эти переходы из одного положения во другое вырабатывают еще прикладные навыки текучести перехода одного движения в другое без потери темпа и без потери силы. Это важно при комбинационной технике. Ну что, давайте пока. Подписывайтесь на мой канал на YouTube. Смотрите обязательно следующие видео по работе с молотом. Чао. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»